Подзаголовок «Авраам и царь с дома» Цитата «И сказал Авраам царю с дома, Я поднял мою руку к Творцу, Всевышнему Богу, обретшему небеса и землю» 14.22 Обретшему небеса и землю, коне шамаем ва арец, соответствует определению «обретшему все», А это является ясным осознанием того, что все сотворенное дано человеку в качестве орудий для познания его Творца и для служения ему Это определение – проблема имени Всевышний Бог, Эль-Ильон Закон на сила Всевышнего Хеседа, который пугающе выше нашего постижения Но Святой Благословен Он дал возможность его познания И все ради него, чтобы удостоиться прилепиться к нему И так объяснил Гаон Раби Хаем из Воложина высказывание Раби Йоханана «В каждом месте, где ты находишь величие святого благословен Он, там же ты находишь его кротость, ибо его величие – это мера Хеседа благословенного, и по сути его Хесед раскрывает его кротость, ибо сущность величия его Хеседа выражается в том, что скрывает почет благословенного, чтобы дать место для нашего служения» Подзаголовок Орудия, Келим, которыми обладает Всевышний Авраам сказал Я поднял мою руку к Творцу Руки аналогичны Келим, ибо руки – орудия действия Я поднял мою руку к Творцу Означает, что Авраам достиг исправления всех своих келим, своих свойств И уже сказали наши мудрецы Недарим 32, что он покончил с Ецер-Ара, то есть все подстрекательство Ецер-Ара не было у него в рамках желания и стремления, но видел в нем лишь возможность и наличие, данное ему, место служения Творцу Потому можно понять сказанное царю с дома Берешит 14, 23 Разве от нитки и до шнурка от сандалий? Разве возьму от всего твоего? И ты не скажешь Я обогатил Авраама Конец цитаты На первый взгляд это видится как проявление плохой черты характера Мол, я не хочу быть вынужден признать твое доброе отношение ко мне и не могу стерпеть, что ты будешь красоваться тем, что обогатил меня Такой умысел очень далек от мыслей Авраама Потому и предварил, сказав, поднял мою руку, чтобы показать, что его претензия вообще не исходила из его мерок, так как все его качества абсолютно подчинены Творцу Если же глянуть в суть, станет видно, что царь с дома лишен всех хороших качеств Ведь Авраам Авину самоотверженно спасал его от четырех царей, которые были сильнее всех гигантов и великанов, проживавших в Эрцисраэль И всех их уже разгромили, прежде чем выступили против них цари с дома и Аморы, также не сумевшие противостоять им А Авраам Авину преследовал этих тиранов с небольшим отрядом и спас царя с дома из отчаянного положения Царю с дома следовало на коленях благодарить своего спасителя, а он даже слова благодарности не произнес Лишь молки цедек, это Шем бен Ноах Которого те цари даже не задели, а он был Коэн, Бога Всевышнего Дал Аврааму браху и восславил его Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли И благословен Бог Всевышний, который предал твоих врагов в твою руку Конец цитаты Но и из этого царь с дома не извлек урока, а сразу же начал торговаться Дай мне душу, то есть освобожденных тобою людей, а имущество возьми себе Иными словами, хотя по закону все принадлежит тебе, ибо взял это в бою Все же дай мне, как минимум, моих людей и лишь имущество оставь себе Разве так начинают разговор с тем, кто сделал тебе такое великое, невероятное добро И с такой самоотверженностью спас от полного уничтожения Так нам дано было узнать характерное свойство с дома, вопиющую неблагодарность Потому и ответил Аврам, ничего не возьму у тебя, ибо если не поступлю так Ты и здесь проявишь этим свое свойство, заявив, что сделал мне добро и обогатил меня Аврам видел, что царь с дома гибнет и пропадает в своих злых свойствах И все претензии, в кавычках, Аврама в разговоре с творцом о сдоме Шли только от его хеседа и милосердия Но об этом разговоре далее